здравствуйте сегодня мы с вами будем изучать перспективу на примере вот такого пейзажа для этого нам понадобится чистый лист бумаги карандаш стиражка краски меня гуашь кисточка баночка с водой и так как обычно начинаем мы с конструктивного построения работы карандашом значит на этой работе четко видно что есть линия горизонта эта линия которая разделяет небо и землю она должна быть строго горизонтально в нашем случае проводим чуть чуть выше чем середина вертикального края листа проводим линию не чуть кривовато пользуемся стиражкой дальше на заднем плане можно сразу наметить такие опушки леса они доходят чуть меньше не то есть не до середины листа но доходит где-то вот отсюда у меня тут пониже можно повыше можно как там рисун так намечаем лес на заднем плане с другой стороны тоже чуть-чуть леса намечаем совсем дальше смотрите нас тут изображена дорога дорога забор здесь поворот и все вот эти линии вот эта линия вот это вот это они все соединяются в одной точке схода для этого намечаем на линию горизонта на линии горизонта точку схода и рисуем линию дороги прям вот так примерно раз это была вот эта линия теперь намечаем линию забора так теперь намечаем ширину дороги она у меня начинается вот отсюда отсюда соединяем дальше смотрите есть здесь поворот вот эта линия должна быть параллельно краю листа параллельно а дальше закругляется и уходит в эту же точку схода значит вот эта линия теперь у нас сюда раз горизонтальная ширину дороги примерно намечаем какая она есть вот так а здесь можно закруглить увеличить вот этот поворот и здесь можно закруглить так примерно наметили теперь давайте рисовать забор для этого можно нарисовать одну вот эту вертикальную часть забора от этой линии рисуем строго вертикально допустим такая у нас высота дальше вот эту линию нужно соединить с точкой схода и продлить дальше можно пользоваться линейкой в этом этапе так смотрите теперь нам нужно нарисовать вот эти столбики смотрите этот больше дальше меньше 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 потому что вот это вот это расстояние это будет размер нашего забора смотрите здесь один столбик наметим чуть подальше еще он наметим чуть подальше смотрите здесь шире здесь уже чем дальше тем будет меньше столбики и меньше расстояние между столбиками и столбики они должны быть вертикальными параллельно краю листа если вот эти линии они могут уменьшаться быть под наклоном то вертикали всегда вертикальны да не меняет свой размер они могут быть меньше но не всегда должны быть вертикальны дальше можно наметить вот эти горизонтальные плоскости горизонтальные бревнышки они также будут сходиться в точке схода добавлю я еще здесь один один столбик так а теперь я например хочу чтобы где-то вот здесь у меня было это бревно я его соединяю вот эту точку вместе с этой здесь продолжаю такая будет меня вот эту линию можно дальше соединить туда здесь продлить примерно такой на забор здесь еще можно добавить бревнышек они могут быть забор старая не могут быть чуть-чуть кривоватый но общее общий принцип должен быть соблюден примерно вот так теперь вот эту линию стираем на нам уже не нужна нужны восстанавливаем шаг здесь у нас будет потом падать тень от забора можно так наметить слегка также дальше мы потом наметим где у нас растет дерево пока мы этого делать не будем так подготовительный рисунок готов переходим к работе в цвете для этого берем кисточку начинаем с неба смотрите чем дальше от нас тем все объекты светлеют например не было здесь она она как бы считается что над нами она более темная а чем дальше чем от нас тем чем ближе к горизонту темно становится светлее то же самое и с дальними планами здесь они должны быть светлее а здесь должно быть темнее забор тут будет более насыщенный по цвету а там более такой светленький так начинаем с небо берем какой-нибудь насыщенный синий цвет листочку побольше и лучше лист перед этим закрепить потому что он будет скручиваться иначе и горизонтальными мазками такой даже лучше с фиолетоватой мы начинаем небо так вверху нас насыщенный цвет дальше если вы работаете гуаши в этот цвет вам нужно добавить белого чтобы мы движемся к линии горизонта значит свет у нас должно быть должен быть не такой насыщенность светлеет светлее и светлее это происходит за счет того что между нами и и например вот небом которое вот здесь находится есть большой слой воздуха и этот слой усветляет все также по закону перспектива это что такое переводится вижу сквозь например если мы посмотрим в окошко то увидим большие дома кучу окон машин и все это мы увидим в одном маленькой свое окно почему так происходит потому что чем ближе от нас какой-нибудь предмет тем меньше по размеру он становится также он становится не такой яркий если мы его видели прям перед глазами чем дальше от них тем чем дальше от нас тем все становится светлее и бледнее как небо например чем дальше от нас тем светлее небо подсыхает можно перейти к вот этим дальним дали они меня оранжево это осень мы рисуем осень дальние дали у нас будет такие оранжево-желтоватые можно добавить туда чуть-чуть белого чтобы у нас не был такой насыщенный цвет можно порисовали мазочками вот так вертикально небо мы горизонтальными мазками лес вертикальными небольшими добавить чуть желтого цвет поменялся сейчас мы рисуем такими светлыми оттенками меняем чуть-чуть чуть-чуть этот цвет красненького добавили опять цвет изменился 5 порисовали можно чуть-чуть зеленоватого то очень зеленый какие-то такие цвета мы должны использовать осень у нас на пейзажах дальше можно взять смотрите вот здесь есть такие темные пятна это тень для того чтобы у нас рисунок получился объемным нужно показать и свет идти вот светлые части мы показали теперь можно показать тень для этого берем какой-нибудь коричневый темный можно добавить синего чуть-чуть это все смешано с белым и добавляем немного темных мазочков люди нибудь тень глубине леса так теперь с этой стороны нам нужно показать лес светлыми оттенками рисуем можно здесь можно не прорисовывать здесь у нас ближе лес а этот как будто еще дальше и немножко только мы его видим поэтому такими мазочками можно уже там не рисовать так переходим теперь счет ближе к нам начинаем с вот этой полянки вдалеке у нас светлые оттенки чем ближе к нам тем более насыщенный там у нас еще такая зеленоватая трава осталась берем какой-нибудь это очень темным таким можно можно прям сверху на забор нарисовать мы его потом проработаем дальше мы добавляем что оттенков желтоватый зеленоватый здесь будут насыщенные цвета а дальше уже мы добавляем больше белого и все светлее светлее нас должен становиться рисунок чем дальше тем светлее так продолжаем все больше и больше все светлее светлее можно каких-нибудь охристых сюда добавить осень трава желтеет здесь наоборот зеленоватых ярких так давайте сразу здесь нарисовали здесь такие яркие можно где-то тут давай чуть чуть посветлее только так дорожку пока не трогаем дальше рисуем травку все светлее 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 так пока ставим так переходим к дороге дорога одна какая-то серо коричневая берем беленький добавим туда какой-нибудь коричневый можно чуть-чуть синим смешать где-то примерно вот такая она какая-то должна быть далеко она должна быть светлее чем ближе к нам тем чем дальше тем светлее и холоднее тем чем ближе к нам краю листа тем теплее и темнее красного добавить так примерно так пока мы рисовали дорогу нас тут подсохла можно нарисовать дерево его тень смотрите дерево здесь мы использовали тени они должны быть светлее а дерево должно быть темнее насыщенный его ствол из падающей тем само дерево поэтому начинаем мы со ствола смешиваем какой-нибудь холодный цвет синий скорее это очень черный синий коричневый какой-то такой темный может чуть посветлее где-то можно предварительно нарисовать карандашом где у нас будет дерево расти так это тут вверх рисуем ствол оттуда вот эти ветки а сюда будет идти падающая тень и рисуем кисточкой кончиком веточки должны быть тоненькие изящные он сразу сделать падающий тень и чуть-чуть добавила воды и синего дальше можно белого чтобы не была такая яркая насыщенная так давайте теперь перейдем к листве я смешала желтый с красным получилось такой какой-то оранжевый эти попробуем им озвучками рисуем листву на дереве это какой-то средний полутон у нас получился теперь можно надо хорошо помыть кисточку взять поярче цвет например желтенький добавить все желтого сюда можно смешать белым чтобы он был поярче посветлее таками получилась дерево раскидисты можно добавить туда чуть-чуть красненького то у нас будет клен можно беленьким еще смешать чтобы был более яркий из того что мы наносим цвет на небо он может просвечивать за счет белого будет лучше читаться так теперь нужно нужный цвет для тени можно взять коричневый еще раз смешать его с каким-нибудь синим холодным и добавляем тень немножко можно добавить то цвет должен быть темнее чем вот этот так теперь переходим к забору смотрите какая тут контрастная тень должна быть на заборе прям синяя фиолетовая но я предлагаю начать с белого моем хорошо кисточку можно даже взять другую какую-нибудь потоньше с острым кончиком берем белый цвет можно сделать чуть-чуть сероватым серо-синим каким-нибудь и рисуем столбики с одной стороны даже вот здесь рядом с нами будет прям белый белый а чем дальше тем он становится серее уже не такой яркий то есть и можно поярче чуть-чуть а дальше темнее так теперь можно также на вот этих горизонтальных бревнах показать свет там далеко не обязательно все прорисовывать там уже точно все не видим дальше внизу еще есть второе бревно здесь нарисуем так пока у нас пускай все остывает остывает подсыхает можно теперь вот здесь нарисовать заборчик он будет он там здесь нарисуем заборчик он тут светлый такой коричневый какой-то такой блеклый какой-то цвет он от нас далеко не очень насыщенный можно нарисовать кончиком кисточки рисуем вертикальные столбики а за ними горизонтальный этот забор тоже уходит в точку схода нужно здесь добавить более ярким коричневым край дороги показать здесь какой-то там столбик можно показать дорога у нас подсохла можно взять тот же коричневый только сделать его чуть-чуть поярче и нарисовать такие следы от машин поворачивают труда другие проезжают прямо и смотрите отсюда тянем в точку схода здесь пошире дальше чем дальше тем уже сильно прижимаем и отрываем тихонько а это туда закругляем дальше уже не видно так ну ждем когда у нас подсохнет забор можно пока рисовать травку на переднем плане она смотрите какая тут много деталей видно вдалеке мы детали не видим поэтому можно взять зеленый цвет это очень 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 яркий можно смешать нас осень трава уже желтеет и травинки какие-то подрисовать можно добавить каких-нибудь охристых пятнышек также кончиком кисти вертикальные такие полосочки вверх добавляем дальше можно в этот зеленый добавить чуть-чуть белого тоже где-нибудь чуть-чуть порисовать травинок но немножко чем дальше тем детали меньше можно теней добавить их какие-нибудь темненькие пятнышки камушки взяла какой-то коричневого смешалось зеленый получился такой цвет можно кинуть детали добавить здесь рядышком я пожалуй попытаюсь нарисовать тень на заборе берем синий насыщенный краски краска должна быть густая я смешивают в той же лужице где у меня был коричневый и зеленый получается какой-то такой цвет и пытаясь аккуратненько кончиком добавить сюда тени дальше можно чуть-чуть белого побольше в этот цвет дальше еще можно белого дальше уже это не видно что там точно забором происходит так также смотрите здесь у нас есть падающая тень в эту сторону под также как от дерева сюда тень забора тоже сюда берем тот же синий и можно вот эту вот эту линию продлить к точке схода здесь шире а дальше очень жидко получилось надо сделать погуще смешать с каким-нибудь зелеными здесь широко и мы уходим туда дали она может быть кривовато потому что у нас тут дорога неровная дальше у нас есть вторая такая же линия вот где-то отсюда соединяем с точкой схода можете предварительно нарисовать сверху карандашом так дальше там можно вот эти линии высветлить чуть-чуть беленьким потому что там у нас все светлеет дальше нужно нарисовать вот эти линии от забора падающей тень вот она тут чуть-чуть идет по травке сюда выходит от каждой вертикаль от каждого вертикального столбика идет падающая тень а через травку как-то может скакать и сюда выходить здесь тоньше линия здесь уже толще идут еще нужно толстить и здесь можно еще поярче сделать дальше уже посветлее теперь можно еще эту траву сделать поярче это сюда добавить давайте нарисуем день вдалеке кустик начинаем с его стебелька где-нибудь нарисуем можно тень сразу падающую ему добавить сюда и не насходит влево так дальше рисуем крона его листвы я вот такой получился куст и нибудь можно добавить каких-нибудь там неровностей немножко чем дальше тем светлее здесь можно добавить можно тут здесь травинки добавить вот такой пейзаж у нас получился